Архетип человека Архетип человека Экспертов и специалистов Приехавших в эти дни в столицу Черноземья Кулинарное заседание конференции Открыл президент Академии геополитических проблем Известнейший ученый Военачальник Доктор исторических наук Генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов Я сердечно поздравляю Воронеж Потому что Вот на Воронежской земле У соседей ни у кого нет Поверьте Образовалось отделение Академии геополитических проблем И оно сегодня Представляет вот первые Результаты труда Да мы обсуждали Какую тему поставят в центр Внимания конференции И вы знаете То что Вот предложили Воронежцы наши Вот Черноземцы Мне кажется Это важнейшая тема Потому что Все что происходит В современном мире Совершает человек Он называется еще Человек разум Конференция была организована По инициативе Академии геополитических проблем Город Москва Ее центрально-черноземного отделения Город Воронеж Воронежского педагогического университета Ассоциации экономического взаимодействия Субъектов Российской Федерации И центрально-черноземного округа Центрально-черноземное Воронежским институтом экономики и социального управления И редакции газеты Экономика и жизнь Черноземья С приветственным словом выступили Сила любого государства Заключается в тех людях Граждан, которые являются патриотами Своей страны Именно эти люди И делают смыслом своей жизни Служение своему народу Поэтому, когда стал вопрос о проведении Этой международной научной конференции То коллектив студентов и преподавателей С большим энтузиазмом воспринял это предложение Оргкомитета Я вижу здесь очень мощный толчок И потенциал прежде всего для нас, воронежцев Потому что те люди, которые приезжают к нам Делятся своими мыслями Поднимают вопросы И вместе с нами обозначают те перспективы развития Особенно духовно-нравственного воспитания Это, конечно же, потенциал, который мы просто обязаны Использовать для своей работы Создание, подготовка и проблематика Вот нашей конференции Она чрезвычайно, мне думается, в наших сегодняшних жизненных условиях Актуальна И очень хочется, чтобы мы В результате нашего с вами общения, контакта И выработки соответствующих предложений Не остановились только на декларативном уровне Констатации состояния Духовного состояния нашей сегодняшней жизни Прежде всего Прежде всего Мы обнаружили такие совместные пути Которые могли бы сегодня повлиять И способствовать тому Чтобы, опять же, духовное окормление Наших сограждан И прежде всего Подрастающего поколения нашей страны Оно, во всяком случае, обрело Внятные Внятные нравственные критерии На которые можно было бы равняться Человек и 21 век Вот что стало основной темой конференции А зачем вообще появился человек На планете Земля? Зачем? Все в этом мире было гармонично Взаимосвязано И неживой мир Растительный, животный мир Все было в гармонии И зачем этого чудака Нужно было селить на Землю? Значит, чего-то не хватало А раз он был востребован На планете Земля Вот, комос, гомосапиенс Вот То он явился с какими-то Определенными функциями С какой-то заданностью А если он имел Какие-то вот задачи Так он просто не мог появиться Поймите, это настолько гармоничный мир Что обязательно куда-то должен был встроен Значит, он должен был иметь Определенные свойства Качества Характер И так далее Вот давайте задумаемся И дальше уже мы Вот если сформируем Вот в свои Некий мысленный образ для себя Кем, с какими функциями С какими качествами Явился человек на Землю Тогда мы можем сопоставлять Сравнивать с сегодняшним С сегодняшним Архетипом С сегодняшним образом Того человека И давать оценку Вписывается он в природу Или нет Или нет Мы Дитя природы Частичка этой природы всего лишь Может быть какой-то элемент И мы видим Что если в природной среде Появляется некий сорняк Некий вирус Его какое-то время терпит Но потом природа все же его Подавляет Убирает Не случится ли с нами Если мы действительно Перестаем отвечать Своей функциональной Предназначенности В этой сложнейшей системе А на каких же традициях Мы должны воспитывать Духовных людей Ну вы знаете Что вообще-то Слово воспитания Даже было выброшено Из учебного процесса И не было воспитательного процесса У нас в 90-е годы Ну почему? Не хотелось бы Читать жесткое стихотворение О том Кто дорвался до власти В тот период 90-х годов Ну ясно Что это были Не лучшие люди В своем Морально-духовном Состоянии Они немножечко Постреляли Друг друга А когда посчитали То прослезились мы Что Этот перелом Был очень системно Кровный Ну кто по-разному Считает На территории России 300 тысяч Человечников Было вот В этих перестрелках Разбойных разборках За материальные блага Убито Ну мы не знали Сколько еще Где Самое страшное Которое Произошло В 90-е годы Это разделение Славянских народов И на сегодняшний день Балавирская пуща Отхаркивается На самом деле Кровью В политике С Украиной Вы Сами знаете С поднятием Там национально-освободительных Каких-то прав У бендеровцев И кого угодно Ну в Белоруссии Может быть Немножечко Это все Не так Да это вот Я там был На нескольких конференциях Да это Бог Там уже бать Что бы я хотел Внести в решение Нашей конференции Вот с этим великим названием Первое Внести Опять-таки Вернуть Нашему образованию Понятие народное Которое было И в самодержавии И в советский период Ну тогда было Народное просвещение Великое слово Чтобы в это Народное просвещение Не только был Введен Факел Газовый Но и Фаворский свет Литература Это язык народа И я полагаю Так что сегодня Наш язык Вырван Без литературы Не будет Практически Никакого движения Вперед Что такое литература Вы поймете Сейчас Когда я прочту Всего 8 строчек Малоизвестного Фронтового поэта Которое Перевертывает Душу Он всего лишь Малоизвестный Фронтовой поэт Двадцать ночей Он жить продолжал Удивляя врачей Двадцать дней Опершись на кровать Рядом с ним Не спала его мать И только на двадцать Первые сутки Она вздремнула На полминутки И чтобы не разбудить Ее Он сердце Остановил Остановил Своё Вот с такой Литературой Мы жили всегда И да надеюсь Будем жить Вот такие стихи Сможет создать Только российская Литература Жить можно Но жить Для чего Чтобы вечером Крестик поставить Чтобы утром Проснуться опять В плену Бытовой мясорубки И в глотку Ее отправлять Святые свои Незабудки Чтобы лезть На карачках Вперед На поиски Денег И чина И нищий Дурачить Народ И это Для жизни Причина Я все Тебе Отбил Сполна Болото Страстей Человечих И старая Жизнь Мне тесна А новую Выразить Нечем Спасибо Вот филология Это Страстная Любовь К разумному Устройству Мира А поэтому Это образование Должно быть Каждым первым Образованием Пожалуй Ни в одном Уголке России Наверное Не найдешь Такого Коллектива Где бы не говорили О настоящем И будущем России Но Настоящий И будущий России По видему Зависит От того Каким Образом Мы подойдем К истинной Духовности Которая Естественно Безусловно Настроит Людей На патриотическое Начало О которых Мы много И упорно Говорим За последние Годы Сегодняшняя Конференция Посвящена Вот именно Поиску Путей Которые бы Привели Нас К единому Пониманию Где же Наша духовность Где наш Патриотизм Которого Нас не хватает Если Эта конференция А я уверен Что она Поможет Именно Такому Поиску Истинному Патриотизму Истинной Духовности Наверное Это и есть Результат Нашей конференции О чем Я уверен На сегодняшней конференции Многие Наши Интеллигенции Ученые Выступают Довольно-таки Четко Конкретно За то Чтобы Не откладывая На десятилетия А сегодняшние Дни Сегодняшние Моменты Уже Думают О том Как реализовать Все наши Начинания Все наши Так понимание Духовности И патриотизм Вот если Мы найдем Те пути Которые Помогут нам Реализовать Наши мысли А конференция Именно На это Направлена Значит Долго Ждать Того О чем Мы постоянно Говорим Не придется Поэтому Я надеюсь Что конференция Будет полезна Во всех отношениях На второй день Конференции Ученые Продолжили работу В пяти Практических секций Не рассмотрели Вопросы Рабочего графика Конференции Мы очень рады Что эта конференция Проходит Именно на базе Нашего Педагогического Университета И мы рады Что Общественность Откликнулась И мы думаем Что это Была Всего лишь Первая Ласточка И надеемся Что Подобные конференции Будут проводиться В нашем городе Это большое событие Спасибо Леониду Григорьевичу И вошел Что он Принял наше приглашение Леонид Юрьевич Что для вас Воронеж Это ведь частично И ваша родина Частично Это родина Моего отца Это Род продолжение Или корни Моего рода Здесь Они разбросаны По всей России Но по отцовской линии Здесь Казалось Но Это если говорить Вот о моих Личных Корневых Системах А так Воронеж Это Центр По сути дела России Это Центр Плодородия И не только Плодородия Растительного Но и Плодородия Духовного Плодородия Знаете Вот Некой Святости Стойкости Ведь История Воронежской Земли Вот Это История Знаете Написанная Кровью И написана Сильной волей Сильным духом Поэтому Мы Именно Здесь И рассматриваем На Воронежской Земле Архетип Того Человека Образ Вот Той Личности Которая Необходима И сегодня России Которая Будет востребована Завтра Вот И которую Нужно Формировать Владимир Ивашов Ведь тоже Из вашего рода Актер Да У нас Такой род Раскинутый Как бы По России И даже Недавно В Канаде Объявились Родственники Наши Так что Род наш Дворянский Древний Вот И Боевой И заслуженный Ну Петр Микифорович Ивашов Это известный Генерал Он был Началиком Штаба У Суворова При взятии Измаила Он был Главным Инженером Кутузовской Армии В битве С Наполеоном Так что Род 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 Я говорю Имеет Свои глубокие Корни В истории Российского Воинства В России В истории Вообще Российского Государства Леонид 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 Люди Хотят Что-то Отщепнуть Отхватить От моего Отечества Какую-то Гадость Подсунуть Вот Ослабить Ну Здесь я Не примирим Для меня Противник Есть Противник Сегодня Сюда Приехали Даже Казаки Из Верхнего Мамона Здоровенные Крепкие Ребята Они Собираются Организовать На Среднем Дону Целое Представительство Вашей Академии Как вы На это Смотрите Только Положительно Только Положительно Потому Что Вот Мы Сейчас Разрабатываем Вот Этот Образ Человека Будущей России И Конечно Мы Ищем Этот Образ Не в Каких-то Там Академических Кругах Мы Ищем Вот Славных Страниц Исторических Страниц Отечества И Казачество Это Вы знаете Ну Вот Мне Кажется Что Это Вот Именно Та Основа Вокруг Которую Можно Выстраивать Этот Общий Образ Ну Первое Казачество Связано С Землей А Я Как-то Знаете Хоть сам Сейчас Городской Но Я считаю Что Полноценный Человек В городе Состояться Не может Пусть Обижаются Не обижаются На меня Не почувствовать Земли Ее плодородной Силы Ее красоты Вот Вот Стать Полноценным Нельзя Нельзя И у меня Есть Стихи Посвящения Деревне Деревне Без поэзии Мертва И о том Что именно Все чистое Святое И красиво Родиться Может не в этих Каменных Трущобах И бетонных Трущобах Городов А только в деревне Так вот Казачество Привязано К этой красоте Они ощущают Вот каждым Своим Шагом По отношению К земле Вот эту Ее огромную Силу Вот Казаки Казак Это и воин Одновременно Казак Это и великий Патриот Казак Это и Член Большой Казачьей семьи Казачьего Роду Вот И вот этот Общинный Характер И демократизм Удивительный Такой вот Народный Демократизм В казачьей среде Это мне кажется Вот то что И нужно нам Воспитывать В будущих Поколениях Леонид Григорьевич Нам интересен Именно ваш Прогноз На ближайшее Политическое Будущее России Я не астролог Я геополитик Ученый Уже сегодня И я вижу Те законы И закономерности Которые движут Развитием Человеческого Общества И вот Сегодня Знаете Человечество Подошло К определенному Рубежу Катастрофическому Рубежу Если Перешагнет Его И Человечество Ищет Первое Смысл жизни Ради чего Жить Ищет Те ценности На которых Значит Реализовывать Этот смысл Можно Только И ищет Вот тот Образ Тот народ Который Может Остановить Вот Человечество У черты За которые Может Последовать Гибель И вот Обращаясь Знаете Ко всем Цивилизациям Вот И жившим И живущим Ну Наши ценности Наш вот Человек Он Он Более Всего Подходит К тому Что Ему Предстоит Перестраивать Весь мир И у нас Этот опыт Есть Переустройство Мира Переустраивать Себя Переустраивать Окружающее Пространство На благородных Таких Вот Мессианских Что ли Справедливых Принципах Это сделать Можем Только мы И начинает Все Все Это уже Понимать Особенно Характерный Пример Это то Что Многие годы Нашего Патриарха Святейшего Патриарха Не пускали В Китай И вдруг Его приглашают И не просто Приглашают С таким Коротким Визитом Он ездит По стране Ведет Службу И так далее Это говорит Что даже Китайцы Поняли Что Русские Ценности Православные Ценности Они универсальны Вот Поэтому Будущее Такого Будущее Такого Западная Цивилизация Обнулится Она Сама Себя Уничтожает Транснациональные Вот эти Сообщества Не состоятся Потому что Они Желают Только Прибыли Удовольствия Безудержной Власти И так далее Это никто Не воспримет Мир Будет Это будет Мир Цивилизации Во главе Духовным Лидером Сообщества Цивилизации Будет Россия Будет Россия Леонид Григорьевич Русского Офицерства Всегда была Одна Прекрасная Черта Они были Поэтами Я знаю Что и вы Поэты Член Свои Записатели Секретарь Свои Записатели Вот Прочли бы Вы нам Так Свободно И просто Честно говоря Ну я Прочту Уже В духе Как бы Вот Наших Сегодня Выступлений О смуты Русской Беды Витии Мне Ненавист На Ваша Суета За Злато Чуждое Торгуете Россией И Движет Вами Алчность И Мечта Историю Судьбу И Славу Унижая На Русь Бросая Вороватый Взгляд Спешите Встроить В лоно Западного Рая На Русской Крови Разжиревшись Зад На Что Надеетесь На Страх Или Смирение Оторопевший Пробуждается Народ Встает С колен Мое И Юных Поколенья И В руки Меч Освобождение Берет Как Бесы В бурю Вы Сегодня В моде Но Мне Плевать Кто Нынче Правит Бал Не Гнусь В спине Я При Любой Погоде И Тем Я Горд Что Русский Генерал И Предыстошным Вашим Злобным Лаем Я Не Склоню Своей Главы Не Дрогну Честь Не Замараю Я Есть Россия Они Вы Замарал Замар Замар Субтитры создавал DimaTorzok